Ну и еще об одном аспекте встречи Нормандской четверки, на который мы, журналисты, обратили особое внимание. Владимир Зеленский предложил российским СМИ приезжать в Киев, чтобы лично наблюдать за процессами, происходящими на Украине. Вот как это было? Вы приедете, я вам лично покажу. Ну, так чтобы реально, не как ваши... Ну, там есть там товарищ Соловьев, весело говорит там в Москве, что происходит. А я всегда говорю, а вы приедете, вот прям, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Я имею в виду, ну, конечно, приезжайте к нам. Корреспондент НТВ Сергей Савин поверил этому приглашению, полетел в Киев, и вот что из этого вышло. Мы прилетели сегодня в Борисполь утром, в половину десятого по московскому времени, дали штатную процедуру прохождения контроля. Сразу заявили, кто мы, что мы, какие цели, насколько приехали в Украину, что собираемся делать. Были заявлены темы именно новые результаты в ходе расследования убийства Павла Шеремета, предстоящая активизация газовых переговоров России и Украины, ну, и обещанный президентом Зеленским обмены пленных до конца года и возможное прекращение огня на линии соприкосновения. Мы отдали документы, все происходило вежливо, дипломатично, затем пригласили к ответственному лицу. Вот такое было вручено решение. Отказ в разрешении пересечения государственной границы на въезд в Украину, ну, собственно, причина официальная, я не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания здесь. Ждать нам долго, до вечера, но в любом случае отправлять будут за счет авиакомпании, которой мы сюда прилетели. Как-то так. Внеочередные парламентские выборы в Великобритании стали настоящим триуфом Бориса Джонсона. Партия консерваторов с убедительным перевесом голосов возвращается в парламент, а ее лидер, пошедший ва-банк, в премьерское кресло. Теперь, еще раз заручившись поддержкой избирателей, никто не помешает Джонсону вывести страну из Евросоюза. Эти выборы за Брекзит – это неоспоримое, неопровержимое, бесспорное решение британского народа. Теперь, наконец, со всеми жалкими угрозами о втором референдуме будет покончено. Брекзиту быть. И никаких «если» и никаких «но». Лейбористы, выступающие за единство с Евросоюзом, так и остались в оппозиции, а их лидер Джереми Корбин признал поражение и уже дал понять, на следующих выборах он вряд ли возглавит свою партию. В общем, уличные митинги против Брекзита и всеобщее голосование, как говорят, у них в Лондоне две большие разницы. Сегодня Госдума приняла закон, который запрещает использовать данные об амнистии капитала в уголовных делах. Деловые новости Денис Талалаев. Денис, но ведь первоначальный закон вроде уже запрещал такую практику. Отвечу, Егор, словами депутата Андрея Макарова. Неожиданно выяснилось, что если нельзя, но очень хочется, то можно. Сегодня Госдума в третьем чтении приняла закон, прямо запрещающий использовать декларации, поданные в рамках амнистии капитала, как доказательство по уголовным делам. Сам закон об амнистии капитала появился в 2015-м и преследует благую цель, чтобы люди, которые вывезли из России свои капиталы, могли их вернуть. Государству это выгодно, поэтому вопросов, откуда деньги, бизнесменам обещали не задавать. Но в недавнем деле совладельца порта Усть-Луга, Валерия Израилита, суд разрешил ФСБ использовать ту самую декларацию как доказательство вины. И даже разъяснение Верховного суда, позицию Смольнинского суда города Санкт-Петербурга, не поколебали. Тогда в ноябре уже Владимир Путин потребовал от Кабмина обеспечить соблюдение положений закона об амнистии капиталов. Результатом и стал новый закон, он вносит поправки на этот счет в уголовный кодекс. Сегодня Центробанк в пятый раз подряд снизил ключевую ставку. Было 6,5%, стало 6,25%. ЦБ объясняет, инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, а оценить устойчивость нынешнего роста экономики ЦБ затрудняется. Но в эти минуты рост индексов московской биржи постепенно замедляется. Возможно, игроки увидели, что ЦБ слишком осторожен в своих формулировках. Рубль сейчас тоже постепенно прекращает укрепляться. Доллар стоит 62,67, евро 70 ровно. Спасибо, Денис Стололаев, с деловыми новостями. Смертный приговор бостонскому террористу Джохару Царнаеву может быть пересмотрен. Судья счел обоснованными доводы защиты о возможной пристрастности присяжных, жителей Бостона. И эта новость актуализировала старый дискурс. Смертная казнь – одна из самых сложных моральных делем человечества. Она применяется лишь в нескольких десятках стран и вполне объяснимо, что те, кто приводит подобные приговоры в исполнение, не афишируют род своей деятельности. Кто же они? Палачи 21 века. Легко ли убивать даже во имя закона? И что происходит с психикой этих людей за выслугой лет? Профи высшей меры. Специальный репортаж Андрея Гордеева. Я не помню первого человека, которого казнил. Имена этих людей не слишком важны для меня. Он легко соглашается на этот разговор, хотя знает – говорить будет о жизни и смерти. К счастью моей работы было убивать людей. Если уж делать это, то делать по закону и без ошибок. Я не считаю, что то, что я делал, было плохо. Чарльз Орайли стал палачом, в общем, случайно. Служил на флоте, потом перед ним возник выбор – куда идти. Работа была только на железной дороге и в тюрьме. Он выбрал последнее. И, как говорит сам, стал работать на штат Техас. Я вам вот что скажу. Люди не попадают на казнь за то, что продавали наркотики или угоняли машины. Но если человек вламывается в дом, 78-летняя женщина насилует и избивает. А потом, когда она отказывается отдать ему обручальное кольцо, которое не снималось 60 лет, он берет пистолет, приставляет к ее голове и нажимает на курок. Это реальная история человека, которого мы казнили. Если человек делает такое, я убью его и глазом не моргнув. Техас считается лидером по количеству исполненных смертных приговоров в США. В Европе и СНГ людей казнят только в одной стране – в Белоруссии. Когда в 96-м году мне предложили возглавить Минский следственный изолятор, я знал, что параллельно надо становиться руководителем группы по приведению в исполнение смертных приговоров. За время работы Алкаева в Минском сезон номер один, печально известной «Володарке», было расстреляно 134 человека. Раньше расстреливали в лесу. Это немножко так, как средневековьем попахивает темнота. Ночь, лес, яма, свет фонариков. Люди в машине сидят, ожидают смертной казни. Я изменил. Стали приводить в исполнение приговоров в помещении, в специально оборудованном для этого. Расстрельную должность Алкаев оставил 18 лет назад, но так и не решил для себя, он за или против смертной казни. А во время этого интервью успел поменять позицию дважды. Она противоречит вообще-то человеку, здравому смыслу. Кто бы ни был, а убить другого – это всегда, это даже страшно. Я сам не знаю. Дело в том, что это такое вот настроение, да, люди настроение. Рон МакЭндрю, коллега Алкаева из США, тоже возглавлял одну из тюрем, также отдавал приказы во время исполнения смертных приговоров. Проведение казни – это довольно сложно, требуется много практики. Ты репетируешь все действия. Ты готовишь ведро с физиологическим раствором. Используется натуральная губка, ее кладут на голову приговоренного, на выплатую голову. Начальник тюрьмы дает секретный сигнал, и его должен увидеть человек, который включает электричество. И ты тренируешься это делать. Со временем вместо электрического стула во Флориде стали использовать смертельную инъекцию, а самого Рона все чаще одолевать кошмары. У меня начали серьезные проблемы со всем этим процессом. Я не мог выкинуть из головы лица всех этих людей. Они приходили ко мне днем и ночью. Я мог ехать на машине по шоссе и чувствовать, что они сидят здесь, со мной рядом. Так из убежденного сторонника высшей меры наказания он стал ее ярым противником. И вот уже почти 20 лет доказывает американским властям, казнь – это что угодно, но только не наказание. И искренне верит, многие все еще поддерживают смертную казнь лишь потому, что никогда ее своими глазами не видели. Андрей Гордеев, Мария Зарипова, Евгения Муравьева. Телекомпания НТВ. Наступление Нового года со страхом ждут родители десятков детей со спинальной мышечной атрофией. Революционный препарат, подаривший им надежду и который они бесплатно получали от иностранного производителя в качестве благотворительной ознакомительной акции в ближайшее время может оказаться недоступен. Спинраза действительно помогает, но дальше за ампулы надо платить, а стоят они дорого. Что делать дальше, разбиралась Ольга Зинкова. Каждое движение Арины – результат инъекций. До лечения, вспоминает мама, дочь лишь вяло шевелила руками. И теперь страшно даже представить, что слабость в мышце может вернуться. Это произойдет, если прервать терапию. Если раньше, например, я своего ребенка не могла даже просто в вертикальном положении держать, у нее падала голова, падала спина. Сейчас я ее держу. Да, моя лапочка? Диагноз – спинально-мышечная атрофия. Первый тип, самый агрессивный. Раньше для малышей в России звучал как приговор. Дети не доживали до двух лет. Это сказывается на всех мышцах – на дыхательных, на глотательных. Ну и в конце концов, сколько сердца проработает. Медики предложили Ирине смириться и ждать. Но как раз в тот момент производители спинразы открыли гуманитарную программу в России. Подобные программы раннего доступа к новым препаратам фармкомпании проводят по всему миру, чтобы показать эффективность новинки и выйти на рынки разных стран. В рамках акции спинразу в России получили 42 малыша. Каждого ребенка производитель обеспечил годовым курсом инъекций. Препарат вводят в спинной мозги, и он насыщает его белком, который отвечает за сигналы к мышцам. Когда сокращаться, чтобы дышать, глотать, поднимать руки. А дай, мама, твои ручки поцелует. Давай. А вторую? О Нике из Челябинска мы уже рассказывали. Ника, как и все участники программы, уже получила 4 дозы препарата. И вот мама с замиранием сердца следит, как дочка может сидеть без поддержки. В январе мы получаем пятую инъекцию, в мае мы получаем шестую инъекцию, и все. И состоит большой вопрос, кто будет, как будет обеспечивать дальше, есть ли надежда, что будет с моим ребенком. Терапия должна быть пожизненной, а одна ампула препарата стоит от 7 до 9 миллионов рублей. Фармкомпания взяла на себя самый дорогой – первый год лечения, когда нужны так называемые насыщающие дозы. Дальше достаточно проводить инъекции раз в 4 месяца, но уже за свой счет. Все дети у нас хорошо перенесли инъекции, ни у кого не было побочных эффектов, и у всех отмечалось увеличение моторных функций. После успешных результатов препарат зарегистрировали в России. Это подразумевает не только возможность лечиться, не выезжая за границу, но и закупать лекарства за счет бюджетов. Мы планируем такую программу создать и продолжать лечение тех 42 пациентов, которые сейчас лечатся, и расширять круг пациентов, и тем, кому показано, безусловно, помогать. Об этом министр здравоохранения говорил еще в сентябре, отвечая на вопросы населения. Но пока нет четкого понимания, каким образом пациенты могут беспрепятственно и своевременно получать препарат, и самое главное, из каких источников пойдет финансирование. За счет средств областного бюджета не предусмотрено, на этот год, на следующий год не предусмотрены на новые препараты какие-то деньги. Региональные Минздравы штампуют отказы, и лечение спинразой не предусмотрено ни федеральными, ни областными программами. Родителям Коли из Ростова посоветовали обратиться в благотворительные фонды. Сегодня мы собрали деньги в фонд, предположим, хотя для фонда это тоже огромные деньги. Завтра мы не соберем. Задержка инъекции – это неминуемый регресс. Пережить его будет тяжело не только родителям. Дети с диагнозом спинально-мышечная атрофия все понимают. Интеллект болезнь не трогает. Без лечения они снова станут заложниками своего тела. А вот это какая у нас буковка? Ольга Зинкова, Артем Епифанов, Наталья Сброжек, Андрей Мошкин. Телекомпания НТВ. Главную елку страны спилили сегодня в Подмосковье. Она украсит Соборную площадь Кремля. Выбирали ее с лета, крайне придирчиво, чтобы соответствовало всем параметрам красоты. Идеал увидела Алина Репина. Егор, мы сейчас находимся около главной елки страны. Пока она в Можайском районе Московской области. Но уже скоро, буквально через час, отправится в свое путешествие в Кремль. Но близко подойти мы к ней не можем. Елка уже довольно давно оцеплена. Но это и к лучшему. Большое, как известно, видится на расстоянии. Эта елка, конечно же, большая. Ее высота 25 метров. Размах нижних ветвей 6 метров. Ну и самое главное, о чем нам нужно здесь поговорить, это форма. Елку выбирали на специальном конкурсе красоты. Это у девушек котируется 90-60-90, хотя бодипозитив и изменил эти стандарты. У елок уже много лет идеальная форма, все одна и та же. Это пирамидка или вот такой треугольник. Вы ее как нашли? Мы ее нашли. Она росла у нас на опушечке леса тут. Поэтому она такая раскидистая. Размах ветвей у нее 12 метров нижних. Ну так мы знали, что растет такая елочка. Поэтому подобрали в этом году. Решили, думали, давайте выставим на конкурс. Ну вот, главную ель страны уже поставили на козлы. В ближайшие два дня здесь ее будут упаковывать и готовить к транспортировке в Москву. Ее будут так уминать, чтобы она прошла в сравнительно неширокую арку Спасской башни. И 15 декабря в 3 часа дня торжественно она отсюда отправится уже в Кремль. Спасибо, Алина Репина о главной елке страны. Ну и какая ж елка без снегурочки? Евгения Неронская с прогнозом погоды. На европейской территории России за отепелью следует другая отепель. Дорога арктическому воздуху надежно перекрыта. Шансов на нормальную зимнюю погоду нет даже в заполярных районах. И выходные там тоже будут не по сезону теплыми. Хорошо хоть штормовой ветер на Кольском полуострове стихает. В Мурманске завтра минус один, и в воскресенье также. В понедельник похолодает до минус восьми, но потом морозы снова ослабеют. Так что в долгосрочной перспективе зимы пока не видно. И на северо-западе, и в центре в субботу пасмурно, сыро и около нуля. Вот график температуры воздуха в Москве. Он говорит сам за себя. Уверенный плюс, но погода испортится. Теплоатмосферный фронт перенесет дожди с мокрым снегом. На юге небольшие дожди, в горах снег и лавина опасна. В Крыму тоже небольшие дожди, ветер в Севастополе плюс 15. В Санкт-Петербурге без существенных осадков ночью ноль, днем плюс один. И в Москве около нуля, в субботу без осадков. А начиная с воскресенья дожди с мокрым снегом. И еще теплее, плюс два, плюс три. Опять не зима. Егор? Прогноз погоды от Евгения Неронской. На этом все. Спасибо, что были с нами. И хорошего вам уикенда.